Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью в студии Зайра Байчорова. Разговариваем о главном. В 2021 году на Ставрополе улучшится качество мобильной связи. Для этого сотовые операторы намереваются построить более тысячи базовых станций. Насколько безопасны новые вышки и в каком направлении будет развиваться мобильная сеть в регионе, расскажет начальник отдела связи и телекоммуникации Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Сергей Носенко. Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Что касается развития мобильной связи на территории Ставропольского края, в период с 2018 по 2020 год на территории края построено свыше трех тысяч базовых станций стандарта 2, 3, 4G. Инвестиции операторов за этот период составили более 6 миллиардов рублей. Всего на территории края сейчас функционирует более 9 тысяч базовых станций. В 2020 году построено 770 базовых станций и, как правильно ведущая сказала, на следующий год запланировано строительство более чем 1200 базовых станций мобильной связи. В настоящее время связью покрыто более 97% территории края, где проживает 99% всего населения. Можно ли сказать, что сотовая связь развита на Ставрополье? Да, достаточно развита. Мы даже, скажем так, многие регионы опережаем по этим показателям. Но проблемные вопросы, конечно, существуют. Это малочисленные населенные пункты, это боль наша, скажем так, где проживает порядка 100 человек, 200-300. Присутствуют проблемы. Ну, вот что мы делаем в данном направлении? Это вы имеете в виду доступ к сети интернет, да? Нет, это и голосовая связь в том числе, и доступ к сети интернет в комплексе как бы. Учитывая, что сейчас, ну, прошлый год, скажем так, сложный был, вот, пандемия и так далее, многие были переведены на удаленный режим работы, образовательные организации в удаленном режиме работы трудились. Соответственно, здесь доступ к сети интернет, он играл, скажем так, ключевую роль. Вот, масса поступала, скажем так, и обращений граждан, ну, вот, будем так говорить, из таких вот не до конца обеспеченных населенных пунктов с просьбами, вот, именно, как говорится, о содействии в предоставлении вот данных услуг. Ну, при этом, конечно... Ну, плюс еще были организованы видеоконференции, связи различные, мероприятия стали проводить в онлайн-формате, да? В онлайн-формате, да. И нагрузка на телекоммуникационную связь, она возросла, значит, теперь? Нагрузка была очень сильная, значит, потребление трафика формата 4G вырос в прошлом году на 230%. Вот, здесь, как бы, явно было заметно, что, действительно, население пользовалось этими услугами очень обширно. Вот, ну, что говорить, допустим, там, о малочисленных, допустим, населенных пунктах. Мы в 2018 году закончили реализацию программы по устранению цифрового неравенства. Вот, в рамках этой программы в 136 населенных пунктов, численностью населения от 250 до 500 человек, значит, там были установлены точки доступа Wi-Fi. Соответственно, проложен волоконно-оптический кабель, установлены точки доступа. Вот, предоставление гражданам интернета там, значит, на скорости до 10 мегавитсекунду. Можно, там, на планшете было пользоваться, на мобильном устройстве, там, и так далее. Вот, ну, скажем так, эти места, они являются популярными в таких населенных пунктах. Молодежь собирается, и так далее, вот. В этом плане тоже, как бы... Это в каких районах? У вас есть такая статья? Во всех районах, скажем так, именно, вот, выбирались населенные пункты с численностью населения. Мы не исходили от, скажем так, понятия какой-то либо район. Это все районы Ставропольского края. Вот. Был, значит, показатель, это именно численность населения. 250-500. Вот, в таком вот ключе. Понятно. Если говорить о мобильной связи на Ставрополье, какие операторы ее обеспечивают? Обеспечивают три оператора на территории края. Это вот основные. Это Билайн, Мегафон, МТС. А вот сколько процентов земель покрыто благодаря этим операторам? Ну, я, как уже выше сказал, 97% территории края, где проживает 99% населения. Ну, соответственно, самый большой охват – это города, районные центры. Там, конечно, концентрация базовых станций, она более высокая. Почему? Потому что потребление трафика большое, соответственно, необходимо эту инфраструктуру развивать. Вот. В более там малочисленных, конечно, населенных пунктах, там присутствие, ну, скажем так, менее обширное. А если вот есть населенный пункт, где доступ в интернет ограничен, а есть какие-то способы для того, чтобы все-таки, ну, воспользоваться, я не знаю, там, позвонить или использовать интернет? Я вот слышала, что есть такие таксофоны, которыми можно воспользоваться бесплатно. Да, это универсальные таксофоны. Оператором универсальных услуг связи у нас на территории края является Пауэрус Телеком. Вот. И данные таксофоны у нас присутствуют на территории края, это, ну, порядка тысячи штук. Вот. Они установлены в населенных пунктах, которые, ну, скажем так, вовсе не охвачены там мобильной связью. Либо, ну, эта связь, скажем так, ну, присутствует не во всех районах данного населенного пункта. Таксофоны эти в настоящее время, они абсолютно бесплатны для пользователей. А где они находятся? Вы их размещаете во всех населенных пунктах? Ну, в тех населенных пунктах, которые, скажем так, не имеют возможности пользоваться голосовой связью, будем так говорить, телефонной связью. Вот. Значит, у нас на сайте Министерства энергетики, промышленности и связи размещен этот перечень с адресами их установки, с населенными пунктами и так далее. Если кому-то интересно, могут эту информацию получить. А откуда поступает финансирование для тех же таксофонов? Для таксофонов это фонд универсального обслуживания. Все операторы делают отчисления, скажем так, в этот фонд. В размере 1,2% от прибыли формируется этот фонд. И, соответственно, данное финансирование поступает оператору универсального обслуживания. Ну, поскольку речь зашла о стандартах мобильной связи, не могу не спросить о нашумевших вышках 5G. Установлены ли такие передачки у нас в крае? И насколько правда, что они вредны для здоровья? Ну, вы знаете, тема уже такая, вот некие, назову их так, конспирологи, наверное, иначе их никак не назовешь. Написали такие статьи, что данный стандарт связи влияет очень на здоровье, вплоть до того, что распространяет коронавирус, болезни всякие и так далее. Ну, это просто нелогично и смешно. Не знаю, когда смотришь по телевидению, там, в той же Великобритании были сюжеты, там вышки эти жгли люди. Ну, могу сразу сказать и опровергнуть, что это абсолютно не так. Значит, более того скажу, что на территории Ставропольского края до 2023 года это вообще не планируется. А, то есть их сейчас и нет на территории Ставропольского края? И до 2023 года их точно не будет. Дело в том, что для того, чтобы, как говорится, эту сеть развить, необходим более высокий частотный ресурс, который сейчас в настоящее время занят различными ведомствами, организациями и так далее. А чтобы этот частотный ресурс освободить именно для стандарта 5G, здесь необходима, ну, скажем так, конверсия радиочастотного спектра. Не все мобильные устройства могут работать в этом стандарте, да? Ну, я сейчас немножко продолжу. Чтобы, допустим, эту конверсию произвести, ну, это, соответственно, большие затраты, которые, собственно говоря, ложатся на плечи тех же операторов мобильной связи. Вот. Мало того, вот, как вы сейчас сказали, далеко не все устройства, их очень мало, которые поддерживают именно этот стандарт. Их просто, как бы, еще в продаже, ну, в очень ограниченном количестве они. Вот. Сергей Дмитриевич, ну, вот 4G, в принципе, нам же этого хватает, онлайн просмотр, общение, скачивание там контента, просто общение обычного. А 5G, это что такое, для чего? Чтобы еще более быстрый интернет? Да, чтобы был еще более быстрый интернет. В зависимости от радиочастотного спектра оборудования, данный стандарт предполагает передачу данных до 20 гигабит в секунду. Представьте, какие это скорости. Вот. Ну, это, скажем так, можно подумать, что это далекое будущее, но на самом деле это не совсем далекое будущее. Вот, как бы, вот, не знаю, от меня вспоминается вот фильм «Москва слезам не верит». Когда этот оператор из Останкина сказал, там, в ближайшее время ничего не будет, будет одно сплошное телевидение. Ну, такая известная такая фраза у него прозвучала. Вот. Я не знаю, когда вот это вот развитие, скажем так, мобильного интернета, да и вообще интернета идет речь, вот так и хочется сказать. В ближайшее время, кроме интернета, ничего не будет. Ну, как говорится, поживем-увидим. Ну, да. Если говорить о вреде, который, ну, якобы вреде, который исходит от вышек связи, это действительно миф? Вот правда, что, например, формат 2G есть, 3G, 4G. Вот чем меньше цифра, вот 2, 3, 4, тем меньше, ну, идет излучение? Или примерно электромагнитное излучение одинаковое? Подход не совсем так. Стандарты 2, 3, 4G. Здесь разница в том, что на 2G, значит, мобильный трафик, он очень, скажем так, ограничен скоростью или вообще может отсутствовать. Вот. Но 2G при этом работает на более большие расстояния. Этот стандарт, он предполагает, ну, в основном, голосовую связь. Вот. 3G, передача, значит, данных тоже голос имеется. Вот. Но при этом имеется возможность доступа к сети интернет. Вот. Соответственно, 2G расстояние покрытия гораздо больше, 3G меньше, 4G еще меньше. Соответственно, чтобы оказать эти услуги в полном объеме, необходимо строительство этих базовых станций. Ну, скажем так, в большей локации, будем так говорить. Ну, вот. Угу. Я вот, когда готовилась к интервью, я прочитала в статье, что персональный компьютер излучает 150 Вт, а мощность передачи базовой станции около 20 Вт. Это правда? Да, это правда. Это абсолютная правда. Значит, многие бытовые приборы, люди просто ими пользуются, как бы в повседневной жизни не придают этому значения. Вот. Микроволновая печь, она излучает порядка где-то в 20 раз больше, нежели там, вот, ну, базовая станция. Да. Тем более, учитывая, скажем так, рельеф местности, да те же деревья, вот, когда, вот, допустим, летом листва и так далее, покрытие, оно снижается, собственно говоря, бетонные стены и так далее. Вот. Это все оказывает большое влияние. Поэтому базовые станции периодически, вот, ну, наращивают их объем для того, чтобы обеспечить нормальные предусловия для пользователя. То есть, если боитесь заболеть, выбросьте свою микроволновую печь тогда лучше, да? Ну, или фен. Или фен. Ну, знаете, многих еще беспокоит непосредственная близость этих вышек к своим домам. То есть, они часто строятся в жилом секторе, около школ, а у некоторых даже и на крышах домов. По какому принципу выбираются участки для размещения этих вышек? Почему нельзя их подальше где-нибудь построить? Ну, скажем так, здесь присутствует там несколько спекторов. Если зона, скажем так, плотной застройки, соответственно, пользователей гораздо больше. Вот. И тот же стандарт 4G может просто не вытянуть этот трафик, понимаете? Вот, допустим, оператор заявляет определенную скорость доступа, а вы берете мобильный телефон, а там, извините, интернет слабый. То есть, чем дальше вышка, тем слабее интернет. Ну, это естественно. И чем больше пользователей в этот момент, как говорится, обращаются к этой базовой станции, да, соответственно, этот трафик делится на всех. Понимаете, о чем речь? И, соответственно, если имеется потребность, оператор, скажем так, наращивает свое оборудование и так далее. Но при этом я хочу сказать еще одну вещь. У нас вопросами, скажем так, выдачи разрешений на использование этих базовых станций, имеется в виду по поводу излучения и радиочастотного спектра, превышения, либо которые функционируют в нормальном режиме, этим занимается у нас Роспотребнадзор по Ставропольскому краю. И без их измерений и выдачи разрешений ни один оператор не имеет права ничего установить. Вот это вот ключевое, понимаете. Там используются и САНПИНы и так далее. Все эти стандарты закреплены законодательно. Вот в чем вопрос. А какие меры предпринимает Ваше министерство, если жители все-таки недовольны и выступают против установки вышек? Да. Существуют такие случаи. Во-первых, куда поступают жалобы? В само министерство? Жалобы поступают и в министерство, и в правительство края. Бывает даже, что и в администрацию президента Российской Федерации. Существуют такие моменты. Я анализировал по поводу обращений граждан процентов, наверное, 5 от общего количества. Вот именно обращения в таком статусе недовольства, скажем так, размещением этих базовых станций. А остальные 95, учитывая вот эту тематику по поводу мобильной связи, эти граждане наоборот пишут, просят связь, понимаете. Вот бывает вот до боли, даже приезжаешь в какой-нибудь населенный пункт малочисленный, там 100 человек живет, и первое, что они говорят нам, дайте связь. Вот дайте связь. А тут построишь вышку, жалуются, что электромагнитное излучение. А здесь построишь, да. Мы же с операторами в этом плане, конечно, работаем, но вот если какое-то противодействие там, ну вот, просто вот реальное. А есть, я не знаю, какие-то исследования, которые доказывают, что электромагнитное излучение, исходящее от вышек, не вредно для здоровья? Может быть, как-то куда-то его выложить, чтобы люди ознакомились, прочитали? Да вы знаете, мы с операторами, в общем-то, в этом направлении работаем. И различные мероприятия проводятся, и там, и пресс-релизы, и так далее. Ну, соответственно, не все, видимо, читают. Здесь же как вот, ну, такое вот, сарафанное радио или что. Кто-то там что-то сказал не так-то, ну, пошло вот это. А кто там будет читать или разбираться? Ну, чтобы с гражданами, как говорится, наладить этот контакт, мы проводим и собрание с ними, с участием администрации того района, где, так сказать, возникает подобная ситуация. Привлекаем туда операторов мобильной связи, чтобы разъяснения, как говорится, дать гражданам полноценные, объемные. Вплоть до того доходит, что операторы связи проходят по этому району и собирают подписи, кто за, кто против. Вот до чего доходит даже, понимаете? Я думаю, здесь время покажет, когда начнем пользоваться сетью 5G, со временем люди поймут, что никакой опасности нет, и уже эта проблема отойдет в сторону. Да, уже мобильная связь, сколько она существует? Ну, скажем так, с 90-х годов. Уже прошло сколько лет? Уже практически 25 лет прошло. Ну, чтобы кто-то умер от этого, как бы, ну, об этом ученые не говорят, по крайней мере. Ну, разъяснительные работы все-таки, наверное, приносят свой ток, поскольку количество базовых станций постоянно растет. Вот недавно ваше министерство отчиталось, что в 2020 году число вышек увеличилось аж на 770 штук. С чем связан такой рост? Да, с чем связан, понимаете? Ну, эффективность работы мобильного оператора, ну, она же каким образом? От объема предоставляемых услуг оценивается, правильно? И, соответственно, количество абонентов. У кого связь лучше, скажем так, у того и больше абонентов, если так вот говорить на таком более прикладном, скажем так, уровне. Знаете, еще хотелось бы узнать, есть ли такой алгоритм для того, чтобы улучшить качество связи в сельской территории и куда нужно обращаться с жителем? Да, алгоритм такой есть. У нас при губернаторе образован совет по связи, где обсуждаются все проблемные вопросы, связанные, скажем так, с выделением земельных участков, показанию содействия операторам в этой области. Еще хотелось бы сказать еще о следующем. В рамках реализации федеральной программы цифровая экономика реализуется на территории края проект информационная инфраструктура Ставропольский край. В рамках, значит, этого проекта, он реализуется в период 19-21 годов, запланировано подключение тысячи одного объекта. Это социально значимые объекты. Почему я об этом говорю? Значит, для того, чтобы подключить социально значимый объект, это фельдшерский, акушерский пункт, либо там сельская школа, либо там администрация, там сельсовета, пожарная часть и так далее, необходимо проложить волоконно-оптический кабель. Как правило, эти объекты находятся в удаленных районах, в том числе, скажем так, в удаленных районах. Если появляется при этом магистральная транспортная волоконно-оптическая инфраструктура, здесь уже появляется потенциальная возможность для того, чтобы оператор мобильной связи смог разместить там свое оборудование. Это может быть даже не полноценная базовая станция, которая, ну скажем так, довольно-таки дорогостоящий объект. А есть решение, ну скажем так, более местного уровня. Это там мини-базовая станция, там, вот в таком ключе. Знаете, это очень важный вопрос, на самом деле, обеспечения интернетом именно медицинских учреждений. Все ли медицинские учреждения в сельской местности обеспечены интернетом? И что делается для того, чтобы так оно и было? Больницы подключены все. Это около 300 больниц. Они подключены были все в 2019 году. Сейчас работаем над тем, чтобы подключить фельдшерско-акушерские пункты. Ну, это так называемое первичное звено. Президент как бы на этом акцентировал внимание. И вот мы в этом направлении работаем. В 2020 году уже что-то, наверное, сделано? Да, у нас уже подключено порядка 100 ФАПов. Вот. То есть там можно осуществлять и видеоконференц-связь, да? Интернет достаточно быстрый. Да, конечно. Там возможны консультации, скажем так, ну, того же фельдшера, там, ну, с высшестоящей своей организацией, там, врачами и так далее. Это позволяет это делать. Вот. Ну, надеемся, что до конца 2021 года мы это все, как говорится, реализуем в полном объеме. А если говорить о других организациях, например, образовательных организациях, или даже те же учреждения правительства Ставропольского края, везде ли есть интернет? И насколько успешно им удается реализовать те или иные мероприятия онлайн? Ну, скажем так, администрации муниципальных образований, там, городские районы, городские округа и муниципальные районы, они подключены все. На уровне, скажем так, сельсоветов, ну, у нас там осталось порядка, наверное, 11 неподключенных сельсоветов. В этом году работы будут завершены. А так все органы власти, которые имеются в виду на органы исполнительной власти Ставропольского края, они обеспечены полностью. В режиме видеоконференции мы вот прошлый год, да и вот этот, как бы проводили все совещания без проблем, все у нас в этом плане работает. Ну, и в завершении программы, Ваши планы на 2021 год? Развивать связь мобильную в том числе. И вот действительно у нас завершение вот этого грандиозного нашего проекта, информационная инфраструктура Ставропольский край. Это у нас ключевое, это национальная программа, на которую обращают очень пристальное внимание и губернатор, и президент, и все это находится на контроле. Вот, вот это как бы основное. Ну, а так в текущем режиме, режиме это масса, как говорится, вопросов и задач, которые, ну, в рамках передачи, ну, просто мы не сможем охватить. Но вышки 5G в 2021 не появятся пока еще? Не появятся, до 2023 не появятся. То есть, понятно. Ну что, спасибо Вам большое за интересную беседу. Вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ.